Долгое время между общественниками и властями не утихали споры вокруг застройки Барнаульского ковша. Однако теперь решение принято. Жители свечек, которым обещали квартиры с видом на опь, им возмущены. О людях-то кто должен подумать? А он должен подумать о людях. Дают столько квартир здесь, столько, вообще множество. А люди должны друг по дружке ходить. Это вообще безобразие. Шеф-повар из Барнаула Артем Агафонов вышел в полуфинал известной телепрограммы «Битва шефов». Каждое приготовленное им блюдо понравилось известным телеведущим. На самом деле очень было волнительно, тревожно изначально. То есть моей целью самое главное было достойно выступить. Документальный фильм «Счастливый человек» презентовали сегодня в Барнауле. Картина посвящена известному в крае культурному деятелю Альфреду Познякову. Здесь нужно было выбрать, про что больше рассказывается. То есть хотелось раскрыть личность этого героя. Все-таки засыплют. Долгое время между общественниками и властями не утихали споры вокруг застройки Барнаульского ковша. Однако теперь решение принято. Жители свечек, которым обещали квартиры с видом на обь, им возмущены. Могут ли решить проблему общественные слушания, которые проводят в краевой столице? Мы выяснили. Спойлер. Нет. Печально известный Барнаульский ковш. В прошлом веке это место считалось важным элементом транспортной инфраструктуры. Сто лет назад здесь было основное русло реки Аби. В 1939 году открыли первый пассажирский речной вокзал. До 90-х годов активно курсировали грузовые судна. А барнаульцы предпочитали здесь отдыхать. Именно с ковша, например, выгружали хлеб, привозимый на баржах на Барнаульский элеватор. Была целая система подъема, вот именно зерна, там были мощнейшие насосы. С ковша выгружали, например, с нефтенаривных барж на нефтебазу. С ковша выгружалась там еще продукция на различные предприятия. То есть это был прям, ковш был работником. Разговоры о застройке ковша идут не один год. Однако сейчас, буквально этой зимой, часть заводи всерьез грозятся засыпать. Право на это во время аукциона получила компания «Генподряд». По словам ее учредителя Андрея Загарина, здесь хотят возвести три многоэтажки. Уже готов план застройки. Жителям близлежащих домов такая перспектива не по душе. О людях-то кто должен подумать? А он должен подумать о людях. Дают столько квартир здесь, столько, вообще множество. А люди должны друг подружке ходить? Это вообще безобразие. Кто там что в окне делает, посмотреть? Кто там разделся, оделся? Вот больше ничего не вижу. Вот ничего не вижу. Я честно скажу вам. Жители рассказывают, когда покупали квартиры, застройщик показывал красивые картинки. Обещал набережную с причалом для частных катеров. Пляж и сквер. Нас почему привлекло это, что рядом с домом будет пляж, красивые яхты, детский отдых, жезлонги. Там все, там красота не описывает. У меня муж, он очень любит плавать, купаться. И мы только поэтому купили здесь квартиру. Проще русло рек засыпать, вместо того, чтобы сделать прогулочные дорожки. Дети где должны у нас гулять? За машинами, на бетоне, на площадке. Здесь у нас природная речка, где можно сделать все красиво, берег облагородить, поставить скамейки. И гуляли бы и дети, и взрослые, и много людей вообще сюда приходят с разных районов. Однако, как утверждает Андрей Загарин, благоустройство водной зоны ждать не стоит. Проект создания искусственного земельного участка обсуждали еще пять лет назад. И по его мнению, людей застройщик попросту обманул. Все, кто должен был знать, все знали. И, соответственно, отдел продаж данной организации, кто квартиры людям продавал, преследовал свои коммерческие цели. И, возможно, выдали приукрашенную информацию. Вопрос о создании искусственного земельного участка вынесли на общественное обсуждение. Оно проходит дистанционно в формате опроса. Высказать свое мнение можно на сайте Барнаульского комитета по строительству, архитектуре и развитию города до 16 декабря. Однако решение, похоже, уже принято. Я бы рассматривал это абсолютно как пустое пространство. Знаете, вот эти правовые коллизии, я вот даже как бы не думал. Ну, представьте, мы больше 10 миллионов заплатили на аукционе за право на создание этого участка. И, если честно, как бы я думаю, что Минприрода, наверное, знала, что на торги-то выставляет. Мы не верим в общественное голосование. Ответ будет один. Частный собственник землю выкупил. И теперь что хочет, то и делать может. Администрация вмешиваться в этот процесс не имеет права. Другого ответа мы не получим. Архитекторы и общественники также против застройки Барнаульского ковша. По их мнению, это исторически важный объект. И выбирать между ним и очередной свечкой – настоящее преступление. Мы теряем потенциал развития туристического центра, исторического центра города. Превращаем в спальный район. И таким образом у нас нет возможности создать более высокого качества среду, городскую среду, более привлекательную. Разбрасываться такими ресурсами, такими объектами, такими возможностями ради строительства просто банальных коробок жилых – это крайне нерационально. Такие дома можно построить на месте, например, Ветхова. Жилья, которое сносится, но все равно сносится. Там людям жить нельзя. Вот там и можно строить. Елена Самарина, Софья Житина, Алексей Михайлов, Сергей Седых, Денис Кузьменко. Новости. Штрафы за выброшенных на улицу животных могут ввести в Россию. Об этом заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы России Владимир Бурматов. Мы выходим на корректировку Кодекса об административных правонарушениях. Сразу может появиться несколько новых статей и новых штрафов. За выброшенных питомцев, за жестокое обращение с животными в дополнение к уголовной ответственности и штрафы за покусы. Отмечу, полученные деньги депутат предложил направить на строительство приютов. Власти краевой столицы уверены, для спасения четвероногих необходимо создать государственные приюты и стерилизовать бродяг. К примеру, за последние два года в Барнаульском приюте Ласка стерилизовали больше трех тысяч собак. Тысячи из них сделали операции бесплатно на деньги президентского гранта. Однако постоянного финансирования для стерилизации животных не предусмотрено. Когда будут выделены деньги для строительства нормальных, цивилизованных учреждений для содержания животных, на которые будут выделяться деньги для изъятия животных из окружающей среды, вот тогда проблема начнет меняться. А пока это все слова. В Барнауле все же есть люди, которым небезразличны судьбы бездомных животных. Зоозащитники подбирают и спасают уличных собак и кошек. Однако всем помочь не могут. Иногда помогаю материально, иногда помогаю физически. То есть могу съездить за животным куда-то, имея машину. Но, естественно, я не пройду мимо, допустим, страдающего животного, если оно нуждается в помощи. Волонтеры отмечают, чтобы сократить число бездомных животных, нужен комплексный подход. Они предлагают в школах и детских садах рассказывать о гуманном отношении к живым существам. А взрослым объяснять, что домашний питомец – это ответственность, которую не нужно перекладывать на окружающих. Мы вышли на улицы города, чтобы выяснить у жителей Барнаула, как они относятся к проблеме бродячих животных. Бывает, что мне не нравится, бегают, боимся. То есть есть такие моменты. Так как я мама, у самой двое детей, я бы за безопасность, конечно. Если так ребенок будет идти со школы, не дай бог стая будет бежать в бездомных собак больших, то, конечно, это очень тревожно. Мы просто гуляем с собакой, и они агрессивно на нее реагируют. На Исакова бегают бездомные животные. Но мы живем на Солнечной поляне 37, там две собачки бегают, агрессивные. И к другим темам. Новичихинский район вошел в отопительный сезон с серьезным запасом твердого топлива. Уголь качественный, сформирован резерв до 1 февраля. Об этом на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко рассказал глава муниципального образования Сергей Ермаков. За счет краевых программ и местного бюджета капитально отремонтированы практически все социальные объекты. Детские сады, школы, учреждения культуры и спорта. Осталось отремонтировать одну школу. Проектно-сметное есть, экспертиза пройдена. С весны начинаем делать. Это будет последняя школа. Молочное поголовье в районе удалось восстановить после вспышки инфекционного заболевания у животных. Руководители хозяйств приобрели животных черно-пестрой породы. Поголовье сегодня составляет более полутора тысяч голов. Краевые власти и муниципалитет реализуют экономические и социально значимые инициативы по развитию Новичихинского района. Я вас благодарю и за работу, и за информацию, за доклад. Думаю, что традиции хорошие сложились, работа организована. У вас, я знаю, готовность есть двигаться дальше. Так что я вам в этой части желаю успехов. В районе провели большую работу в рамках частичной мобилизации. Власти изучили все потребности семей военнослужащих. Им оказывают необходимую помощь. Сегодня в Барнауле прошел митинг в поддержку новых регионов России, а также бойцов из Алтайского края, участвующих в спецоперации. Его провели в техническом университете. По подсчетам организаторов, на площади у вуза собрались около 300 человек. Среди них сотрудники, преподаватели, студенты и курсанты военной кафедры. Патриотическая акция прошла под девизом «Своих не бросаем». Также отмечу, университет активно участвует в проекте «Мы вместе» и помогает в сборе гуманитарной помощи. Показываем свою позицию людям, чтобы они понимали, что мало сегодня просто где-то на кухне сказать свое отношение. Нужно предпринять действия. Немало ребятишек, даже школьников пишут, открытки рисуют, пишут письма. И когда бойцы читают, ролики присылают. Ну, конечно, для них это очень-очень здорово. Для них это настоящая поддержка, потому что там тяжело, там суровый быт, и там можно погибнуть в любой момент. О культуре. Сегодня в Барнауле открыли Всероссийский театральный фестиваль студенческих и школьных театров «Облепиха». Более 500 человек пять дней будут бороться за звание лучших в своей номинации. Получить приз за лучшую сценическую речь или авторское видео можно на театральном фестивале «Облепиха». Алтайский государственный университет собрал около 500 участников со всей России. Даже онлайн подключились школьники и студенты из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Тулы, Луганска и даже Белоруссии. Но главное, чтобы в этой свободе было заложено что-то правильное, чистое и светлое. Я не знаю как, но про фестиваль узнают даже вот в таких отдаленных точках, присылают заявки. Но это очень приятно. Значит, где-то мы доказываем, что все делаем правильно и все у нас круто, потому что участие в фестивале бесплатное совершенно. Впервые фестиваль «Облепиха» прошел в Барнауле шесть лет назад. Тогда в нем принимали участие только студенты из Барнаула. Для того, чтобы заинтересовать молодых людей со всего края, организаторы отправились в настоящий тур. Ездили с бесплатными мастер-классами по актерскому мастерству, сценической речи и режиссуре. И теперь некоторые участники могут показать себя сразу в нескольких номинациях. У тебя была такая идея показать где-то на большую аудиторию свое видео, свой музыкальный клип. Ну а также еще решил поучаствовать во второй номинации «Эстрадное творчество». Потому что хотелось попробовать когда-нибудь выйти на сцену, попробовать порассказывать свои какие-то смешные истории. Потому что надо проявляться, нельзя всегда быть в этой жизни зрителем. Надо попробовать что-то сделать, выйти погонять мяч, выйти на сцену, выйти что-то рассказать. Вот решил не упускать такую возможность и сделать это на этом фестивале. Торжественное закрытие фестиваля пройдет 20 ноября в Алтайском государственном университете. Победители в каждой номинации получат памятные призы, а лучший участник фестиваля заберет 10 тысяч рублей. Полина Бурнашова, Илья Алексеев. Новости. Документальный фильм о счастливом человеке презентовали сегодня в Барнауле. Главный герой ленты – музыкант, этнограф, автор множества книг, один из первых кинолюбителей Алтайского края – Альфред Позняков. Показ провели в колледже культуры, в котором он преподавал больше 30 лет. Режиссером ленты стала коллега и выпускница Альфреда Арьевича – Любовь Юношева. В прошлом году она вместе со студенткой работала над курсовой работой – зарисовкой о преподавателе. Тогда и стало понятно, что жизнь такой личности в 8 минут не уместить. Пришла идея создать полноценный документальный фильм. Здесь нужно было выбрать, про что больше рассказывается. То есть, хотелось раскрыть личность этого героя. И я думаю, что посредством того, что он был преподавателем и основателем отделения фото-видеотворчества, одним из основателей отделения, то есть вот на этом и строилась работа над фильмом. Съемки фильма начали после победы сценария в конкурсе. Проект «Киноэстафеты. Прорваться в будущее России» получил поддержку Фонда президентских грантов. Кинолента «Счастливый человек» – только часть общей работы. Там есть и круглый стол, где собираются ученые наших вузов, ученые-шокшиноведы. Есть и мастер-классы, есть и киновечера, и конкурс сценариев документального фильма, который называется «Чудики», и создание фильма по победителю сценария. В Алтайском крае проведут еще несколько показов фильма «Счастливый человек». 17 ноября в Белокурихе и 23 ноября в селе Сростки. Вход свободный, без возрастных ограничений. Барнаульский герой федерального масштаба, шеф-повар Артем Агафонов, вышел в полуфинал известной телепрограммы «Битва шефов». Каждая приготовленная им блюдо понравилась знаменитым телеведущим. Сейчас Артем Агафонов готовит, как и подобает настоящему профессионалу, виртуозно и уверенно. С улыбкой вспоминает свое первое в жизни блюдо – подгоревшую яичницу. Еще в юном возрасте он понял его призвание кулинария. Само собой мечтал быть профессионалом в своем деле, но не подозревал, что попадет на съемки известной телепередачи, тем более в полуфинал. На самом деле очень было волнительно, тревожно изначально. То есть моей целью самое главное было достойно выступить. Я не думал на самом деле про финал. То есть самое главное было выступить достойно, не посрамить ни регион, ни город, ни профессию. Артем, как любой творец, любит импровизировать в своих блюдах. На шоу в качестве презентации он приготовил печеный перец. Блюдо, несмотря на внешнюю простоту, выполнено профессионально. А подали его с тремя видами мяса – под соусом лечо. А вот любимого блюда у повара нет. Профессия обязывает постоянно менять свои пристрастия. Каждый раз это что-то новое. Каждый раз в поиске каких-то новых вкусов, каждый раз, когда мы что-то придумываем, обновляем меню, делаем что-то новое. И каждый раз это какой-то вау должен быть. И когда достигаем вот этого, то есть на какой-то определенный промежуток времени это становится любимым блюдом. О том, что не прошел в финал, Агафона вспоминается смехом. Задача была приготовить блинный торт. Но у команды неожиданно кончились сливки. А времени оставалось мало. Пришлось импровизировать. И это получилось успешно. Это лучший блинный торт из всех тех, что сегодня я попробовал. Спасибо огромное. Яркий вкус, невероятно правильный крем, хорошее сочетание продуктов. Очень вкусно, молодец. Начал делать крем из сгущенки, творожного сыра. И все это быстро-быстро-быстро промазывать, чтобы все стабилизировалось, убрали в шоковую заморозку. Ну и, собственно, наверное, прослоил так же все это клубникой. И вот поэтому, так как убрал в шоковую заморозку, все успело стабилизироваться, все хорошо, все получилось, все всем понравилось. Сейчас шеф-повар работает в одном из ресторанов Барнаула. А в ближайшее время зрители увидят его в еще одном популярном кулинарном шоу «Молодые ножи». Яна Аксенова, Таисия Чемисова, Денис Кузьменко. Новости. А у меня все к этому часу. Хорошего вечера. Не переключайтесь.